Если есть какой-то повторяющийся опыт, скажем так, при одном и том же триггере одни и те же операции, то есть техника, которая направлена на изменение оперейта, то мы можем сделать так, что человек начнет реагировать и чувствовать себя по-другому, что прикольно в этой технике. Она изменяет и состояние клиента при этом триггере, и поведение тоже. Более того, если хочется, смотрите, как ей можно прикольно пользоваться, если хочется просто добавить какое-то новое поведение свое, при каком-то триггере, просто добавить новое поведение. Вот я раньше это возникало, и я не давал обратную связь высокого качества. А сейчас бы хотел бы давать обратную связь высокого качества. То можно эту технику сделать в том числе и для этого. Количество ситуаций неимоверно огромное. Вот последнее, с чем я делал, меня начинали бесить люди, которые… Я еду быстро, более того, передо мной машины едут. И он подъезжает, блин, близко-близко, еще и начинает мне мигать. И мне хотелось сказать, ты козел вонючий, ты что не видишь, что там я тебе уступлю, что-то мне надо сейчас двигаться, чтобы ты просто на мое место встал. Вот такая у меня была мысль, части которой я иногда озвучивал. Ну так, просто в машине. Никому. Да, да, Сергей Юрьевич Беляков. Вот, вот сделал изменение личностной истории. Все, и он теперь вот даже недавно было, никого передо мной нету, да. Я все равно там какой-то на КамАЗе, уже сигналит, я еду себе все, я ловлю дзен, я фиксирую новый результат. Еще помедленнее начал ехать, он там вправо ушел, давай обгоняйте, я газу дал. Думаю, сейчас я тебе дам, дальнобойщик. Да, чуть-чуть, один раз похулиганил, все. Ну вот, то есть, вот какие могут быть ситуации, которые начинаются с фраз каждый раз, да. То есть, есть триггер некоторый, который запускает какое-то поведение, реально широкий спектр. Я считаю эту технику в своем арсенале, например, наиболее часто используемой, потому что чаще всего человек сталкивается с одной и той же какой-то ситуацией, которая у него вызывает одну и ту же какую-то реакцию и соответствующее поведение. И вот ему это не нравится. Готов провести демонстрацию? Кто выйдет? Вот там на последнем практике делались с публичными выступлениями тоже, там человек выходил и начинало чего-то теряться. Чего, никто на демонстрацию не хочет? Какую-то периодически повторяющуюся проблемную ситуацию, где вам не нравится, какая у вас возникает реакция. Да, где не нравится, какая возникает реакция, как вы себя ведете. Если трехпозиционка, например, если про конфликт, то это ситуация, когда хорошо бы понять другого человека, потому что с ним надо общаться. Здесь немножко про другое скорее. Все время, когда новый какой-то клиент, я волнуюсь. Звонки надо делать, надо иногда делать звонки, мне как-то там не поднимаются руками. О, видите, я как начал. Ну давайте, с обоими сразу не могу как бы разорваться. Да, она первая руку подняла, согласен. Что, со звонками? Да, общаться с людьми и первый шаг начать разговаривать всегда страшно. Вот оно. Я зависаю с этой трубкой, хотя понимаю, что надо говорить. Вот, при этом перешагу начать говорить всегда очень. Вот, симптоматику выдала, согласны, да? А я теперь задам на всякий случай все-таки несколько метамодельных вопросов. Это всегда так, то есть с каждым клиентом, которому нужно позвонить. Так. Вне зависимости от того, новый он или старый, или вам только новому надо звонить. Пока только с новым. А, пока только с новым. Только с новым. Ясно. Надо позвонить новому человеку, и вот вы берете трубку, в какой момент начинается вот этот вообще мандраж? Когда номер начинает набирать. Когда начинаете набирать номер, да? Достаточно мы детализировали, да, триггер. То есть вот у нее есть телефон, надо набирать номер, и вот в этот момент начинает возникать уже нересурсное состояние. Да. Заканчивается, когда это нересурсное состояние. Когда человек говорит, алло, и я начинаю подстраиваться, видимо, задавая ряд вопросов, если я слышу адекватную... Адекватная это какая? Спокойная, отзывчивая, идущая на контакт реакция, то уже переключаются... Состояние меняется. Да. А если... А если какие-то резкие вопросы, то могу даже наступываться. Еще ухудшится, может быть. Ага. Видите, важно понять Т2, потому что мы как начали выяснять Т2, тут еще добавилась информация, да, что еще, оказывается, в зависимости от того, как там на том конце отвечают, у нее может либо усилиться это состояние, либо... А? Да. Ну и я начал Т2 выяснять точку. Я начал спрашивать. Хорошо, а когда заканчивается? Да? Оп! Быстро мы получили массу информации. У меня такое впечатление, что больше ничего спрашивать не надо. Хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы вспомнили три таких случая, которые прям первые в голову приходят. Видимо, они были наиболее интенсивными, запоминающимися. Вот три таких звонка. Можете вспомнить, которые прям являются... Возможно, это даже звонки, в которых там была какая-то неадекватная реакция, вопросы какие-то. Два не вспомнили. Давайте вот один из них вы для себя назовете номер один. А другой номер два. Ну давайте еще третий там постараемся вспомнить. Он немножко иной, но я очень помню. А чем он отличается? Там в итоге клиент оказался полностью неадекватным. И после четырех созвонок во времени, вечно переназначал встречи, вообще ушел в анкасе. И все четыре были в нересурсном состоянии звонка или как? Нет, мне нужен один звонок. Вот вы два случая нашли. Это два звонка отдельных, правильно я понимаю? Отдельных. Отдельных. Давайте третий какой-нибудь звонок вспомните. Из этих двух ни один не является первым, самым первым на этой работе. Нет? А самый первый как был с мандражом? Самый первый был как раз проблемный клиент. Ага. Ну а давайте вспомним первый звонок этому проблеме. Там было это состояние мандража, да? Ну давайте, то есть возьмем самый первый, его, соответственно, по логике назовем третьим. Ну и все. Он будет третьим. То есть есть ситуация номер один, ситуация номер два, ситуация номер три. Судя по вашему взгляду, у вас даже есть картинка какая-то в каждой из этих ситуаций. Прекрасно. Теперь мы с вами на секунду забываем про все это. У нас есть только эти три ситуации, и более того, они с нами не связаны. Можно себе так представить? Такая диссоциация. Вот отлично. Вот так расположены. Каждую из них мы записываем на флешку, кладем на стол. Один, два, три. Вот три флешки лежат, да? Три флешки принес нам какой-то заказчик. Можно же такое представить? Да. Вам нравится кино какое-нибудь? Жанр может быть? Да. Какой-то кино-жанр. Какой? Жанр фантастики. Фантастика, да? Научная фантастика. А что из научной фантастики прям вот? Последнее от чего так проперло? Я периодически пересматриваю то, что мне нравится. Последнее. Да. Я пересматриваю частями сериал «Щип». Прикольно. Доктор тоже был. Да. Звездный братан. А знаете, есть такой фантаст французский, что ли? Его зовут Ил Гандон. Нет? Тут недавно в Киеве один чувак доказал в суде, что он, да, мэра назвал не просто Гандоном, а как бы он имел в виду, что он такие же фантастические вещи говорит, как и тот человек. Вот и у нас, смотрите, есть три флешки. Такая, знаете… Нет, это не на это слово. Есть три флешки, которые нам принес какой-то заказчик. Да. Да. И говорит, слушайте, там главная героиня не так себя ведет. Вот говорит, мы снимаем кино. Кино про человека, который звонит по телефону. Говорит, и тут вот в этих трех эпизодах нам не нравится, говорит, заказчик, как ведет себя клиент. Да? И вот мы с тобой, смотри, мы что берем? У нас тут такое, знаешь, тут много всяких мониторов, да? Вот три из них ты уже видела. Да? Их еще больше. Пульты здесь всякие. В общем, мы управляем. Мы взяли первую флешку, воткнули, знаешь, и у нас на одном из мониторов такой дзинь появилась застывшая картинка. Можно такое представить себе, да? Ну, да. Застывшая картинка этой ситуации. Вот. Там в этой картинке мы видим девушку. Девушку зовут Екатерина. И скажи мне, пожалуйста, каких внутренних ресурсов ей не хватает? Какого внутреннего состояния ей не хватает вот в этой уверенности в себе, да? А уверенность в себе как ощущается? Ты вот уверена в себе, когда что делаешь? Когда что-то знаю. Просто там нехватка информационной. Нет, это не про информационную. Какая разница? Можно любую чушь говорить человеку. Мы говорим про внутреннее состояние. Я не просто так говорю. О, ты думаешь, да? Я хочу, я так думаю. Сейчас мы с тобой тут серьезные вещи. Мне очень хочется научиться. Давай не так. Давай пока информацию берем в сторону. Хорошо. Да? Вот можно, какое у нее может быть внутреннее состояние, которое бы подошло для того, чтобы кому угодно звонить и чего угодно говорить. Вот теперь не про звонки. Где у тебя вот эта вот точная уверенность? Может, это другое состояние? Подумай, какое бы вот ей состояние было бы прям, ну, золото. Я не знаю, как, какими словами его назвать. Ага, но у тебя есть понимание, да? Не называй, стой, не называй. У тебя было такое в жизни? Да. Да? Можешь вспомнить? Оно слегка диссоцированное. Ага. Диссоцированное ассоцированное. Да, да. Отлично. Слышишь, что говорит человек, но ты к этому не отвечаешься. И ты можешь ему… Вспомни момент, когда у тебя было такое… Да, я просто вспомнил. Погрузись в него сейчас, обстановка та же, да, все тоже. И вот это вот диссоцированное, ассоцированное состояние, да, которое еще вообще такое, ага, отлично. А вот теперь посмотри, как она вот теперь в таком состоянии, да. Соответственно, у нее, наверное, положение тела немножко другое будет, другая эмоция. И вот посмотри, как эта же первая ситуация теперь переснимается по-другому. Там на проводе тот же человек, который был тогда, но только она сейчас в этом состоянии, и она с ним разговаривает. Ну, это можно так ускоренно, но не обязательно детально разговаривать. Раз-раз-раз, разговор закончился, она трубку положила, и вот в таком состоянии. Нормально? Так клево? Да. Отлично. Все, достали флешку номер один, положили, сказали, все, готово, записали. Флешку номер два воткнули, там вторая ситуация. Там такое же состояние внутреннее нужно? Да. Да? Ну, давай его тогда опять, бам. И вот ты смотришь, как она теперь вот с этим клиентом говорит по телефону, вот в этом диссоциированном, ассоциированном, с этой эмоцией. И вот так вот договорила, он что-то там говорит. Ага, отлично, она ему отвечает в этом состоянии. Там, возможно, ответы даже другие какие-то, да. И это тоже нормально. Все, сохранили, отложили, да, третью флешку воткнули. Там вот этот первый случай, да. Там тоже бы такое состояние. Да. Да? Ну и давай. Можно везде устроить такое состояние. Да, я понял. Просто иногда бывает, что в некоторых каких-то из этих ситуаций чего-то, он говорит, а тут бы еще вот этого. Вот этого. И вот посмотри, как ты вот в этом, бам, состоянии. Вот. А чтоб прям вообще легко можно так. Что оно там везде чувствует. Вообще весело стало. Вот, весело, вот так вот. И вот она вот так весело поговорила с этим чудаком. Весело, легко. И главное, везде это так. Прекрасность. Так и будет. Сохранили, положили, сказали, все, дорогой, значит, товарищ, вот тебе три фильма. Теперь давай представим себе, что ты на рабочем месте. Так. Да? Берешь телефон и собираешься звонить. Как состояние? Немножко. Теперь ты монтаж. А вот так? Легче. Вот ты берешь и набираешь. Да. Горазно легче. Вот так хорошо? Да. И представь себе, что там неделя прошла, две, а ты берешь, набираешь, звонишь и тоже вот в этом состоянии. Спасибо. Можно в удовольствие работать, да? Всегда хотелось. Поздравляю. Спасибо. Теперь так и будет. Спасибо. Вот, понимаете, мы опыт мозгу даем. Здесь, она же, эта техника, она опирается на ту самую пресуппозицию, что воспоминания и воображение построены на тех же механизмах мозга. Ну, одинаково для нас, только субмодальностями отличаются. Построены на одних механизмах. Ну, сокращение такое, мех. Вот, нравится мне, как красный пишет. Не буду поэтому упирать. Буду беречь его. Так, изменения личностной истории какие? Ну, может, черный попробовать. Первый шаг, да, мы находим три, да, три похожих ситуации. Три ситуации с одинаковым триггером. Да, так понятно? Триггер один и тот же. Ну, и операции примерно одни и те же. Два. Я ее диссоциировал, если помните, я сказал, да, какой-то фильм смотрел. Ну, потому что клиента надо всегда диссоциировать. Это, по сути дела, всегда шаг, который мы выполняем. Он когда рассказывает про симптоматику, про причину, он грустный такой весь из себя. Нам незачем в таком состоянии работать с человеком. Поэтому диссоциация – это хорошо. Так как мы еще и здесь будем вроде какое-то кино смотреть, укладываться в общую метафору, я и начал спрашивать, какие фильмы тебе нравятся тогда. Диссоциация и на всякий случай, но вдруг придется, вдруг человек выскочит в это состояние. Такой якорек с буквой D, он на плече был. Я им не воспользовался потом ни разу. Да, ну а вдруг, понимаете, на всякий случай, если бы она вдруг опять втянулась в эту проблематику, если бы я увидел опять нересурсное состояние на каком-то из этих этапах, я бы ее быстро диссоциировал этим якорем. То есть он на всякий случай. Да, поэтому якорь с буквой D. Диссоциация. Дальше инструкция очень простая. Для каждой ситуации… А. Поиск ресурсов. В. Ассоциация с ресурсом. В. Перепросмотр этой ситуации с новым ресурсом. То есть здесь мы ассоциация с ресурсом и запускаем якорь, устанавливаем, извините, якорь с буковкой R. А V, запустив этот якорь с буковкой R, происходит перепросмотр ситуации в новом состоянии с новым поведением. Да, то есть там и человек себя по-другому начинает вести. Мы на это в том числе и обращаем внимание. Вы там другие фразы, я говорил, может быть, даже говорите другие слова. «В», да, «В новом состоянии с новым…». Знаете эту фразу из анекдотов? О, а что, так можно было? Вот это про это. Получается, что человек с точки зрения нашей нейрофизиологии, памяти и так далее, почему человек каждый следующий раз реагирует так же, как предыдущий, ну вот в этой истории? Потому что он выжил, жив остался, понимаете? Это для древнего мозга так. Для неокортекса он понимает, что там и жизни, и даже здоровью никаких не было угроз. Но так как возникло нересурсное состояние, страх, например, первый звонок или еще чего-то, а вдруг там откажут, а вдруг я облажаю, ну я не знаю, какими мыслями себя сопровождают человек, это начинает нагонять нересурсное состояние. Дальше для нашего мозга все очень просто. Если оказавшись в ситуации, где состояние нересурсное, еще и интенсивное нересурсное состояние, мы остались живы и здоровы, значит в следующий раз надо действовать так же, как в этот. То бишь включать это состояние, бояться, трястись там, не знаю, волноваться, все что угодно. Очень простая формула. И самое главное, что любые объяснения, они работают только для неокортекса. То есть объяснять, ну ты же понимаешь, что там нечего тебе бояться. Это может все сработать только перед первым опытом. Ну вот можно настроить человека объяснение. Да пофиг там, вообще скажи ему, пошел нафиг козел в конце, даже если он согласится купить. Просто чтобы ты понимал, что ни на что не влияет твоя жизнь. Все нормально. И человек такой разодорился в бодром настроении. Позвонил, сказал. Да, скорее всего, следующий звонок он будет производить в таком хорошем ресурсном состоянии. А тут он переволновался весь. Позвонил в следующий раз и опять уже каждый раз последующий является подтверждением того, что волнение является подходящим способом для того, чтобы все закончилось успешно. И опять же успешно не с точки зрения неокортекса, то есть нашего сознания. Успешно с точки зрения выживания организма. Потому что нересурсные состояния обычно, если уйти вдруг на секундочку на каких-нибудь 30 тысяч лет назад, то нересурсные состояния это с опасностью всегда связано с какой-то. С опасностью, которая реально угрожает семье, близким, племени, жизни, здоровью, выживанию. Если речь идет про питание, про нападение хищника, заблудился в лесу, понимаете, вот там нересурсное состояние. Если ты там действовал как-то и от этого тигра скрылся, значит, все правильно было. Надо действовать в следующий раз так же. Мозг же обучается, он же при рождении ребенок не знает, каков этот мир и как в нем можно ориентироваться. Поэтому у нас должен быть механизм обучения, который позволит нам каждый раз, когда мы добились успеха, плюс это может быть успех в достижении и успех в избегании. И там, и там надо запоминать, и в следующий раз действовать так же. Люди в достижении запоминают, они не парятся по поводу того, чтобы что-то изменить. Потом приходят на курсы на ЛП-практик, например, понимают, можно лучше. Или там тренинг успешный какой-то хороший по продажам прошел, и продавец говорит, а, блин, а я раньше так не пробовал. Но его это не парит, у него получается и получается. А вот получается, когда с избеганием там чего-то как-то включилось, людей парит. Он говорит, вроде нормально, но возьми ты позвони там или сделай, поговори с клиентом, сообщи, ответь вот на этот неудобный вопрос. Скажите, сколько я вам денег должен? Ну, сколько это будет стоить? А каков у вас бюджет, понимаете? Вот, изменение личностной истории надо делать. Потому что это опять момент, который каждый раз повторяется. Вас спрашивают про деньги, вы волнуетесь, что ответить. Боитесь, что назовете сумму, и человеку покажется это много. Понимаете, что это немного, и это обоснованно, и все равно. Я даже знаю, на первых этапах любой деятельности там, а у некоторых это там сохраняется на всю жизнь. Уже давно работает, а про деньги все ему неудобно говорить. Он себе специального заместителя делает, с которым говорят про деньги. Потому что он не любит этого делать. Увольнять не любит, еще чего-нибудь, я не знаю, понимаете. То есть куча всего такого, что однажды связалась и несколько раз подтвердилась нересурсными состояниями, и теперь, когда возникает это тренинное состояние, бух-бух, и навалились. А здесь мы говорим, смотри мозгу, вот так можно. Причем мы тебе показали, как ты можешь не то, чтобы выжить, вообще все в порядке и все хорошо, в совершенно другом состоянии. И мозг говорит, а, так можно было? Отлично. То есть это фактически получение нового опыта. Только мы все хитро сделали. Тут диссоциировали, тут якорьком придержали. И все. А у человека в голове реально новый опыт. Вот вы сейчас, когда вспоминаете эти, любую из этих трех ситуаций. Правда? Вот. Конечно. А уже после, как я это сделала? А нейрофизиологи, вот хотите, если про память интересно, Вячеслав Дубынин интересно рассказывает, про память, прям можно Вячеслав Дубынин, память, у него лекция. Много всего интересного рассказывать, но что однозначно уже доказано, что каждое наше воспоминание перезаписывает по-новому. То есть я вот вспоминаю что-то, у меня образовались новые нейронные связи. И я там вспоминаю что-то, у меня там искажается, что-то опускается. Мы же и так не вспоминаем каждый раз в точности. И тут мы сейчас это вспомнили по-новому. А эти три ситуации, они являются как бы показательными для нас. Почему человек их вспоминает в первую очередь? Именно эти. Потому что они являются управляющими. Это как, если хотите, вот у каждой категории опыта есть какой-то представитель. Вот эти воспоминания, это представители всех звонков. Что значит представитель? Вспомните, попросите человека нарисовать треугольник. Он нарисует вот такой треугольник. А что, других не бывает? Зададите вы вопрос. Он нарисует кучу других. Но в первую очередь у нас чаще всего про треугольник, равносторонний треугольник, который лежит на одном из оснований. А что не так вот, например? Можно же вот такой треугольник? Ну, в принципе, можно. У нас есть представитель. То, на что мы в первую очередь ориентируемся. Эталон, если хотите. В любом контексте, когда мы что-то пытаемся вспомнить, если это частенько происходило, то мы вспоминаем как раз тот эталон, на который мы ориентируемся, когда в следующий раз попадем в этот контекст и будем действовать. Но только там уже будет бессознательный ориентир. Как понять мозгу, что надо действовать? Он выбирает себе каких-то представителей. Вот мы их переделываем здесь. Поэтому на перепросмотр ситуации в новом состоянии, с новым поведением. Все. И тогда, получается, на четвертом этапе нужно сделать чего? Подстройку к будущему. То есть ту самую проверку. Я здесь якорь ресурсный включил, только потому, что она сказала, ну чуть-чуть мандраж какой-то еще остался. Хорошо, давай теперь в подстройке к будущему тоже внесем ресурс. Этого могло и не быть. Когда человек говорит, о, вообще классно все, теперь я с удовольствием. А что, вот это сработает? То есть включать тут якорь или не включать, этот ответ находится в нашем анализе. Точно так же там, будет ли у нас повод воспользоваться этим якорем или нет. Смотрим, клиент ушел вне ресурс. Все, быстренько его оттуда выдергаем. Бог, погоди, погоди, мы же с тобой это, режиссируем тут кино. Все, это не про нас, там про других людей. Вопросы? Мне кажется, надо вот так сделать. Здесь только вопрос в том, насколько вы можете удерживать внутренние состояния. Это вы сделали, я понял. Вы сделали технику изменения субмодальности. Думая о нем, как о старом друге, вы, скорее всего, его субмодально переместили в категорию друзей. Просто по-другому. Это тоже можно сделать самостоятельно, но вопрос в том, сможете ли вы, а вы как практики, по идее, сможете. Там, войти в ресурсное состояние и посмотреть на вот один из этих фильмов. Ну, он же диссоциирован, этот фильм, правда? Мы еще сделаем технику лечения фобий, да, которая тоже по диссоциации. Можно, например, сначала ее сделать по отношению к этим эпизодам, чтобы вообще ничего не чувствовать, смотря на них. А потом добавить туда ресурсы. Так будет проще. Все, ты сел, ну не надо никак икорить. Все, я сел и подумал, так, о, вот я на пляже сижу, отдыхаю, в общем, кайф. Тут ходят какие-то люди, может вам того принести, того, отлично. И вот, значит, ага, и открываю глаза, а вот там я сижу и вижу себя, сидящим на стуле, а здесь, значит, какие-то обучающиеся, да, практики, задают вопросы. А я вот как бы на пляже сейчас, вот эти люди здесь ходят, а вот там себя вижу таким же. Вот он сидит на этом стуле, как на пляже. Понимаете, где-то так можно сыграть. Просто удерживая внутреннее состояние, да, если это удается делать, например, шкалой или какой, визуальным якорем каким-то, дальше уже думайте сами. Ну или просто, когда мы привыкаем к тому, чтобы находиться в каких-то состояниях, все-таки это потихонечку удается делать. Все, я тут пересмотрел, тут главная идея, первое, я нахожусь в этом состоянии, два, я его вижу там, в этом состоянии. У меня начинает соединяться картинка. Какие? Про телевизоры, заготовка. Это просто удобная метафора, потому что мы знаем, что есть люди, которые занимаются монтажом, там режиссеры, показывают актеру, как нужно себя правильно вести. Давай мы ее научим, как правильно себя вести. Это заготовка, да. То есть могут быть другие заготовки или такая работа? Могут быть другие, но как бы я добра добра не ищу. Аналогичные кажется. Да. Чаще всего бывает один общий, чаще всего. Но человек говорит, но вот здесь все-таки, мне кажется, а бывает и по-другому. Да, он говорит, вот здесь мне вообще бы надо было быть, тут расслабленность не подойдет. Мне надо быть сосредоточенным, но при этом спокойным. Все, и мы тогда на один якорь сначала сосредоточенность якорем, потом спокойствие в то же место. Да, это называется стопка якорей, когда у нас несколько состояний на одном и том же якоре. Все, говорим. Да, поэтому я и говорю, что, видите, для каждой ситуации поиска ресурсов, раз оно здесь находится, это означает, что мы этот вопрос задаем. Хорошо, чтобы это подчеркнули. То есть, а во втором случае, тут этого состояния достаточно или еще чего-то надо добавить? Да, тут бы чуть более радостно еще быть, а то я там какая-то суровая была. Ну вдруг, например, человек говорит, там же какие-то есть особенности еще контекста. Все, тогда давайте еще радости. Ну что, группы по три и делаем.